Юрий Павлович Казаков – мастер малого прозаического жанра, рассказа и очерка. Его слава пришлась на 60-е годы прошлого столетия и кажется неправдоподобной, ведь популярны обычные те писатели, которые пропитаны современностью, ее ритмами и атмосферой, а стиль казаковских рассказов был невероятно далек от бурной оттепели. Вступив на поприще слова, Юрий Павлович благоговел перед классиками, перед великими традициями и дорожил этой заповедью. И по прошествии десятилетий писатели прошлого оставались для него живым примером и образцом служения отечественной словесности. Принципиальная оглядка на классику, вера в высшее предназначение писателя, завещанные великими мастерами критерий, с каким следует подходить к литературе, диктовали Казакову и те цели, которые он с молоду ставил перед собой. Юрий Павлович Казаков родился 8 августа 1927 года в Москве в семье рабочего Павла Гавриловича Казакова, выходца из крестьян Смоленской губернии. Отец был плотником, его арестовали в 1933 году и приговорили к нескольким годам ссылки за нелояльность. Мать Устинья Андреевна была простой работящей женщиной, служила нянькой, была подсобной рабочей завода, впоследствии окончила курсы медсестер. В годы войны они с матерью откровенно голодали, о хлебе, одеже. Такими, вспоминал писатель, были все их заботы. Военное отрочество, послевоенная юность, глухая безрадостная полоса в биографии Казакова. Спасительная одушина обещала стать музыка. В 1946 году Юрий поступил в музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил по классу контрабаса. Он периодически играл в джазовых и симфонических оркестрах, на танцах, так как найти постоянное место в оркестре было проблематично. Одновременно с этим Юрий подрабатывал написанием материалов для газет. В 1953 году он поступил в литературный институт и успешно его окончил. В 1952 году Юрий окончательно определился с выбором профессии и, оставив музыку, вплотную занялся сочинительством. В 1952 году им был написан сборник пьес для художественной самодеятельности. Еще в студенческие годы появились первые его произведения. В 1957 году вышел прославивший Казакова сборник Арктур Гончий пёс. За ним последовали на полустанке, по дороге. Уже первые произведения Юрия Павловича выделили его из общей массы молодых литераторов. На первых порах критики называли его подражателем Ивану Бунину и Антону Чехову. Они не находили в его работах самостоятельности. Указывали на влияние Константина Паустовского, который преподавал в то время в литературном институте. Но со временем мнение о молодом авторе поменялось. Все чаще с положительной интонацией оценивалось то, как Казакову удается изобразить в своих рассказах настоящую жизнь. Человеческие характеры, наделенные чистыми помыслами и духовной красотой. Когда издательство «Советский писатель» выпустило его рассказы, тираж которых составил около 100 тысяч экземпляров, в сопровождении к ним стала прекрасная аннотация. Поиск ответов на вечные вопросы и потребность в творческом самоопределении в конце 50-х годов привели Юрия Казакова на русский север. Будучи студентом литературного института, он отправился в командировку по следам Михаила Пришвина, путешествовавши по Беломорью 50 лет назад. Юрий Павлович по догу жил в поморской деревне Лопшеньке, считал ее самой красивой поморской деревней. Гармония человека и природы, естественность чувств, особая атмосфера поморского уклада жизни, определяющая экстремальностью существования на границе моря и суши, все это нашло отражение в ранних рассказах Казакова о севере «Никишкины тайны», «Поморка». В Архангельске были изданы его первые книги «Тедзи и Манька». В 1958 году Юрия Казакова приняли в союз писателей. Рекомендации дали Константин Паустовский и Вера Панова. В 1959 году в Москве был издан сборник рассказов на полустанке, который автор считал своей первой полновесной книгой. В 60-е годы Юрий Казаков много путешествовал. Побывал в Архангельске, Мурманске, Мизене, Пени, Геннери, Маре, Карелии, на побережьях Баренцева и Карского морей. Посетил Соловки. В результате этих путешествий на свет появился «Северный дневник» – книга очерков, ставшая главной книгой Юрия Павловича о Беломорье. Первая часть ее была написана в 1960-м, а последний из вошедших в нее очерков – в 1972 году. В «Северном дневнике» писатель выразил особое отношение к русскому северу, воспетому Степаном Писаховым и Борисом Шергиным, как последнему оплоту истины русской народной жизни, не загубленной реформами и прогрессом. Одна из глав «Северного дневника» «И родился я на новой земле» посвящена ненецкому художнику Тыковылке. Позже на ее основе была написана очерковая повесть «Мальчик из снежной ямы», где писатель, рассказывая о Тыковылке, повествует о себе, своих странствиях по северу и сам становится героем произведения. В «Северном дневнике» немало страниц отведено городу Архангельску, который был для писателя самым лучшим среди городов русского севера. Архангельску посвящен очерк «Четыре времени года». «Я бывал в Архангельске во все времена года и каждый раз испытывал глухое, мощное и постоянное волнение при мысли об истории этого города», — писал Юрий Павлович. Встреча с Севером была важным событием в жизни писателя. Спустя десятилетия он сказал об этом так. «В жизни каждого человека есть момент, когда он серьезно начинает быть. У меня это случилось на берегу Белого моря». Писатель подолгу жил в Центральной России, любил красоту Среднерусской равнины, Ако и Тарусу. В альманахе «Тарусские страницы» за 1961 год он опубликовал рассказы. «Город. Ни стуку, ни крюку, запах хлеба», в которых одним из первых поднял тему ухода крестьянина из деревни. Юрию Казакову довелось побывать и за границей. Он посетил Болгарию, Румынию, Германию, Францию. Его ценили и печатали за рубежом. В 1962 году в Париже писатели присудили премию за лучшую книгу года, переведенную на французский язык. А в 1970 году в Италии он был удостоен Дантовской премии за выдающийся вклад в развитие современной литературы. Незабываемой стала поездка во Францию весной 1967 года, во время которой Казаков встретился с Борисом Зайцем, Георгием Адамовичем и другими писателями-эмигрантами первой волны. Тогда же он начал собирать материалы для книги о Иване Бунине. Книга, к сожалению, не была написана. В 70-х годах Юрий Казаков подолгу не печатался. В литературных кругах поговаривали, что он исписался. Однако в последних рассказах «Свечечка» и «Воснятый курько плакал» Казаков явил такое зрелое мастерство словесной живописи, такой дар проникновения в святаяствиет их человеческих душ, какие соизмеримы с высотами мировой литературы. Последние годы Юрий Казаков провел на своей даче в подмосковном Абрамцеве, работая над переводом романа-трилогии «Кровь и пот» Абдежимила Норпиисова. Сочинял детские рассказы для журнала «Музилка», вредколлегии которого состоял. В качестве сценариста участвовал в постановке двухсерийной картины «Великий самоед» Атыковылки. Последняя книга Юрия Казакова «Поедим тело» Пшиньго, в составлении которой он сам участвовал, объединила рассказы, очерки и литературные заметки разных лет. Вышла она уже после смерти писателя. Юрия Павловича не стало, когда ему было всего 55 лет. Он скончался 29 ноября 1982 года, похоронен на Ваганьковском кладбище. На гражданской панихиде писатель Федор Абрамов первым сказал, «Мы все должны понимать, что сегодня происходит. Умер классик». При жизни Казакова было езда на 10 сборников его рассказов. Многим читателям полюбились его эссе о русских прозаиках Лермонтове, Оксакове, Писахове. Писал он и детские рассказы, книги для маленьких читателей, «Тропики на печке», «Красная птица». В 1986 году вышел посмертный сборник Юрия Казакова «Две ночи». Последняя в сущности новая книга писателя. Наряду с законченными произведениями сборник включил наброски рассказов и повестей, давших название сборнику. Автобиографические и путевые заметки, выдержки из дневников и записных книжек, литературно-критические выступления писателя. ГОВОРЯТ ПО-КИМЕЦКИ ГОВОРЯТ ПО-КИМЕЦКИ Продолжение следует...